Уже более 700 метров уличного распределительного газопровода проложено в деревне Новосельцево. Здесь подрядная организация начала работы с начала февраля. Президентская программа «Социальная газификация» стала долгожданной для многих жителей. Деревня Новосельцево – большой населенный пункт, который с каждым годом разрастается. Тамара Сазонова вместе с соседями довольны прежде всего скоростью проводимых работ. Ее сноха заключила договор с Мособлгазом. Работы уже начались. Качественно, быстро и понятно. Сельчане нам рассказали о том, как «Социальная газификация» пришла на их территорию. У Федоскина нам организовали выезд Мособлгаза сюда. У них мобильный офис. Они регулярно приезжают. Кто не смог подать документы, кому-то надо довезти какие-то документы. Все это быстро. И организована у нас группа в Новосельцево в Ватсапе. Там организованы сообщения, информация. Компания «РСУ Инжстрой» является подрядной организацией Мособлгаза. Это профессионалы своего дела, которые с легкостью выполняют работы. В данном случае у нас производится работа по сварке стыков полиэтиленового газопровода в нитку. Соединяем улицу Дубравны с улицей Лесной. Около дома номер 31. Здесь в данном случае у нас порядка 46 объектов. Но пока они не все готовы. Объекты капитального строительства не готовы. Поэтому, наверное, до 8 марта мы все здесь эти необходимые первые очереди, или первые так называемые распорядительные газопроводы закончим. Землеройная техника, экскаватор, сварочные инструменты. Все необходимое оборудование у работников в наличии. А вот так происходит прокладка траншей. После зимних холодов заниматься раскопкой промерзлой земли непросто. Здесь помогает только специальная техника. Да и рабочие привыкли трудиться в любую погоду. А пока специалисты занимаются основной работой, жители задают вопросы. Иван Пеконкин тоже хочет стать участником программы «Социальная газификация». Но его земля находится в аренде на 49 лет. Земля принадлежит вроде как администрации, а дом жилой вроде это как собственность. И это собственность как бы наша. Насколько, так сказать, это все, ну, как вам сказать, затянется в правовом поле? Она нисколько не затягивается. Я с вашим председателем встречался, разговаривал. Значит, там суть такова, или суть закона такова, что объект капитального строительства, значит, домовладение должно быть оформлено в собственность, то бишь поставлено на кадастровый учет. И назначение категории земель, земли, населенных пунктов, это у вас выполнено. И у вас, к сожалению, раньше было у вас СНТ, сейчас оно у вас стало, ну, как бы... Не, у меня в деревне уже написано, да. Но назначение земли у вас написано для садоводства. В таком случае жителю необходимо взять разрешение у собственника участка на изменение назначения вида использования земли, например, на ИЖС или ЛПХ. Мы тищенцы уверили, этот вопрос решаемый, тем более, что газ границы его участка будет проведен. Очень долго ждали. Это прекрасно, когда мы скоро ощутим, так сказать, тепло в домах. Электричество, конечно, не так дешево сейчас стоит, поэтому приходилось все это делать. На электрических котлах, вот. А газ – это как долгожданное наше такое социальное, нужное, правильное решение, я считаю. Подобная ситуация у сельчанки Тамары Фроловой. Ей тоже нужно менять вид использования земельного участка. Работу по сбору документов пенсионерка уже начала. Ведь нужно успеть попасть в программу. Ты ждешь, когда будет газ в доме? Конечно. Ждем обязательно. Обязательно, потому что мы уже здесь живем всю жизнь. Вот у меня там домик был, потом мы здесь с сыном построились уже больше 10 лет. И все вот никак. Конечно, это желательно для людей, особенно вот такого пенсионного возраста. Договор на подведение газа в Новосельцево в рамках программы «Социальная газификация» заключили собственники 49 домов. Эта работа продолжается, и количество заявок увеличится. На сегодняшний день газ уже проведен в деревне Херемина, Красной Горке, Капустино и поселке Птицефабрики. Алла Сталаева, Олег Степанов, Первый, Мытищинский. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok